Хотя многие эксперты считают, что на самом деле штатам очень важен Китай как партнер. Из-за того, что сейчас у них там экономические проблемы, падает ВВП, рекордная за десятилетия инфляция, и уже эксперты слышат угрожающее дыхание рецессии. Бахрамбек Талибжанов изучил, как на это могут отреагировать американцы, ведь раз идет замедление темпов роста, возможен пересмотр трат, а как мы видим, США сейчас вкладывает большие средства не столько вовнутрь, сколько вовне. Самая мощная экономика мира переживает не лучшие времена. В Соединенных Штатах, похоже, назревает серьезный кризис. Главный показатель финансовой силы – американский ВВП – за второй квартал снизился почти на процент. Казалось бы, всего ничего, однако такие новости усугубляют и без того неспокойную ситуацию в мире. Но Минторговля Соединенных Штатов демонстрирует спокойствие и объясняет причину негативного влияния. Снижение ВВП вызвано падением частных инвестиций. Инвестиции в основной капитал, а также сокращением расходов федерального правительства, расходов властей штатов и региональных властей. На фоне такой ситуации разгорелась настоящая дискуссия о том, что считать рецессией, а что нет. Ведь многие американцы называют такое положение дел в стране падением экономики. А Белый дом и его руководство заявляют, что это не рецессия, а необходимое замедление. Я не думаю, что это рецессия. У большинства экономистов, как и у большинства американцев, одинаковое определение рецессии. Это сокращение рабочих мест, массовые увольнения, закрытие предприятий, замедление активности частного сектора, сильное уменьшение семейных бюджетов, то есть масштабное ослабление экономики. Сейчас мы этого не наблюдаем. Мы видим появление новых рабочих мест. Семейные доходы остаются высокими. Потребители тратят, а бизнес растет. А вот мэр Нью-Йорка со своими коллегами, похоже, не согласен. Сегодня он заявил о серьезном ухудшении экономики в стране и открыто использовал тот самый термин. Мы в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. Уолл-стрит рушится, мы находимся в рецессии. Годовая инфляция в стране перевалила за 9%. Это самый быстрый темп за последние полвека, сообщают финансовые аналитики. И Федеральная резервная система вынуждена в четвертый раз с начала года повышать базовую ставку. Это довольно тревожный сигнал не только для штатов, считает экономист Арман Байганов. Это о чем говорит? Именно укрепление доллара. Для бизнеса именно подорожание, именно фондирование для именно американского бизнеса. Штаты являются крупнейшими кредиторами. Также они свои средства инвестируют по всему миру. То есть это затронет все и развивающиеся страны, то есть удорожание именно финансовых средств для тех, которые привлекают для развития своего бизнеса, что не есть хорошо. Пока серьезные проблемы власти штатов не признают. Однако Байденом на днях подписан двухпартийный закон, который призван снизить последствия инфляции и сократить бюджетный дефицит. Он предполагает увеличение налогов на крупные доходы и понижение стоимости лекарств и медстраховки, а также сокращение расходов на энергетические и климатические программы. По неблагоприятным прогнозам экспертов, если экономика США будет и дальше ухудшаться, то Америка рискует потерять своих крупных партнеров. Бахнабек Талибжанов, Идар Джунисканов, Студия 7.